Привет, Маринка. Сейчас мы находимся на Спартаке, где всего двое детей. Тут Вика проживает и Марина. Вика уехала в лагерь, а это Марина. Она проживает с мамой, с папой. Тут у нее получается, мужчины, второй инсульт. И ему очень трудно передвигаться, потому что парализована сторона. Вот вы видите их дом в 2014 году, во что он превратился. Они живут в летней кухне. Скажи, Маришка, стреляют здесь постоянно, насколько я знаю, да? Да. Да? Сегодня мы приехали, вот вам видите, продукты привезли, проведать вас. Много всего там вкусненького, курочка, конфеты. Это благодаря одной замечательной группе из Норвегии, помощь детям Украины. Благодаря их руководителям, благодаря пожертвованиям наших друзей норвежцев, а также Ингрет Маргаретой и другими. И вот мы знаем, что на Спартаке, это поселок практически стер с лица земли. Осталось сегодня очень много жителей. И в то же время они пытаются здесь выжить. О, где-то вдалеке бахает. Это ерунда? Это ерунда. А вечером стреляют, да? Да, в 7 часов вечера, мы уже уходим на подвал. С подвала не вылазим. Пули свистят? Ну, свистят и бахкают. Бывает, когда дня два назад мы вообще в кухню забежали, в кухню ждали, пока немножко утихнет, чтобы нам добежать до подвала. Мы так на кровать залезли, в кухню втроем, попрыгналися друг до друга. Ну, ждали, пока оно притихнет чуть-чуть, а стреляли оттуда. Ну, как обычно. Понятно, вот они здесь возят техническую воду, потому что воды здесь нету ни света, ни газа, ничего. Спасибо огромное, друзья, за ваше милосердие, доброту, за то, что вы помогаете людям в очень такое трудное время.